Чем отличается молодежь Ненинского округа от молодежи других регионов? Можно ли будет 5-процентную потеку использовать для строительства частных домов? Как будет развиваться молодежная политика в регионе? Эти и другие вопросы молодые и активные люди округа в ходе встречи задали губернатору региона. Без внимания не остался ни один вопрос, а некоторые из них глава округа взял под личный контроль. С активной молодежью региона глава округа Игорь Кошин встречается в зале официальных мероприятий в неофициальной обстановке. Диалог выстраивается разносторонне. Какие вопросы задавать каждый участник встречи решает сам. Губернатор отвечает на любые, даже самые проблемные. Я могу очень долго отвечать, почему смысл работы с молодежью. Моя главная задача – это осознать вам возможность. С тем, чтобы молодежь имела возможность реализовывать свой потенциал. А потенциал, как выяснилось в ходе встречи, у молодежи округа очень большой. Александра Столярова – одна из участниц форума «Наследники Победы» для встречи с губернатором. Подготовила проект. Зародилась такая идея насчет проекта. Проект называется «В жизни пригодится». То есть он направлен на повышение грамотности и обучение документов учеников, которые выпускаются и изменятся школы-интернат. Но акцент такой более мощный, и мы ставим на этих сиротах. И если у Александры проект еще только зарождается, то у ее подруги Ирины Чурсановой из Харуты работа с молодежью идет полным ходом. Девушка работает медицинской сестрой, а в нерабочее время организует мероприятие для школьников и работающей молодежи. Недавно Ирина создала в поселке молодежную организацию «Дом» – дружное объединение молодежи. Это инициатива, свое желание добровольное. Позыв просто. Хочется общаться с людьми, хочется, чтобы ребята как-то развивались, что-то общались, а не было такого пассивности среди молодежи, чтобы они действительно хотели и желали жить в поселке где-то там. Просто у меня такая болезнь, что поселок – это мое родное, это моя душа. Я им живу. За активную жизненную позицию молодежь округа получила от главы региона благодарность. Игорь Кошин отметил, что в этом году удалось сколыхнуть патриотическое движение в округе, и сейчас важно систематизировать эту работу. Свой патриотический клуб на встрече с губернатором представили самые юные участники встречи из поселка Красное. Один из них – 10-летний Алексей Литков. Надо любить свою родину, и есть такие люди, которые сейчас хотят переписать историю, что не именно не СССР помогла нам в борьбе с фашизмом. Надо помогать своей родине. Какие качества воспитываются? Ну, если совсем конкретно, ну там, стрельба, там вот эта вот разборка автомата, то, что должно быть, как в армии. А ты в армию пойдешь? Конечно. Большую любовь к малой родине в Красном прививают с раннего детства. Руководитель клуба Марина Литкова и ее коллеги накопили солидный опыт системной работы в этом направлении. Кстати, преподаватели из других поселков попросили главу региона посодействовать в организации бесплатного перелета в пределах округа для инструкторов военной подготовки с целью обмена опытом. Губернатор пообещал помочь. В конце встречи молодые активисты обратились к Игорю Кошину с идеей создания молодежного правительства Ненецкого автономного округа. Губернатор обещал рассмотреть и это предложение. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Молодежь Ненецкого округа в очередной раз